Друзья, привет! В прошлом видео мы с вами посмотрели, как Фишман, так называемый журналист Дождя, на протяжении больше чем 10 минут пытался отмазать ФБК, которые, в свою очередь, отмазывают банкиров-воров. Зрелище, мягко скажем, жалкое, но поэтому я и люблю телеканал Дождь. Смотреть его на полном серьезе, чтобы получить какую-то информацию, смысла нет. Потому что там тебя в каждом выпуске или попытаются на***ть, или будут манипулировать твоим мнением, или просто не договорят правды. Я, как постоянный зритель Дождя, знаю, о чем говорю. Ну вот, из-за таких ситуаций я и смотрю телеканал Дождь. В общем, Фишман 10 минут унижался, пытался убедить аудиторию, что ФБКшники тут ни при чем, они просто стали заложниками ситуации. И вот на связь выходит Альбац. А у меня в прямом эфире, в прямом эфире журналистка Евгения Альбац. Женя, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, да. Кто его вообще выпускает в прямой эфир? Он же даже разговаривать без суфлера не умеет. Как только пропадает текст на суфлере, сразу начинается какая-то тупка, начинается заикание, труситься начинает. Да, я хочу вас спросить, наверное, первый вопрос хочу вам задать. Какой вы видите ситуацию вот сегодня, через неделю после ответа ФБК на расследование Максима Каца и на ответ ФБК? Как вы видите ситуацию сейчас? Тут самый прикол в том, что вот как раз перед тем, как Альбац вышла в эфир, Фишман рассказывал, что отличный ответ у ФБК. Они там, мол, расставили все по местам, да, убедили, рассказали, что они никого не отмазывали, вообще какие замечательные ребята. И вот 10 минут, опять же, вот этого позора, в котором он отмазывает ФБКшников, выходит Альбац и такая отвечает ему. Ответ ФБК, к сожалению, мне представляется малопрофессиональным. Как и все, что делает ФБК. И то это очень мягкая характеристика, малопрофессиональная. На самом деле это днище полнейшее. Что их ответы, что их расследования, что их проекты, это все полнейшее днище. Было полнейшим днищем когда-то, таким же днищем и осталось. Я в прошлом видео уже говорил, что есть такая легенда, да, байка такая ходит среди либерах, что вот когда-то ФБК было мощной организацией, проводили мощные расследования. Но нет. Вот для примера, одно из расследований старого того ФБК, на которое я делал обзор. Это был еще 2021 год. ФБКшники выкатили расследование, в котором рассказали, что Евгений Попов купил квартиру за 300 миллионов рублей. И нарратив этого расследования был такой, мол, пока вы там доедаете ежей из канавы, пропагандисты за ваши деньги, за ваши налоги покупают себе дорогостоящее жилье. Причем в этом расследовании даже нет претензий к тому, что это жилье было приобретено как-то незаконно. Претензия тут к самому факту его наличия и к тому, что оно куплено за наши с вами деньги. Говорит Певчих и Албуров, как бы обращаясь к своей аудитории школьников и студентов. Ни у Попова, ни у Скобеевой не было никакого бизнеса. Они не предприниматели. У них нет никакого другого дохода, кроме как от нас с вами и от государственного телеканала России. И вот спустя некоторое время выясняется, что стоимость недвижимости завышена в несколько раз. У них нет вообще никаких пруфов. И они целенаправленно умолчали о том, что эта недвижимость была куплена в ипотеку. Что полностью обнуляет весь их нарратив. Весь нарратив этого якобы расследования. Почему вы в своем расследовании с Марией Певчих не сказали, что это ипотека? Там не было ни одного слова правды, лишь ложь и манипуляция. И тогда их схватили за жопу. Точно так же, как и сейчас. С этим их контр-расследованием против КАЦа. Но тогда так называемая либеральная тусовка не обратила на это внимания. Потому что ФБКшники делали расследования против людей, которые не нравятся так называемой либеральной тусовке. Им просто нравилось смотреть на вот эти вот разоблачения. Не вникая, правда там или ложь. А сейчас они вникли. И сейчас они такие, ой, что-то у них расследование непрофессиональное. Вот раньше было лучше. Нет. Они что, раньше были дном? Что сейчас? Ответ ФБК, к сожалению, мне представляется малопрофессиональным. Начинать с выводов, в которых они шельмуют блогера Максима Каца. И говорят, что он все соврал, все наврал и так далее. А потом, собственно, подтвердить три главных положения. А именно, что деньги были выведены в офшоры. Что деньги были вкладчикам. Не деньги акционеров Пробизнесмонбанка. А деньги вкладчиков были выведены на личные счета акционеров Пробизнесмонбанка. Что часть этих денег, что эти деньги вкладывались в высокорискованные активы. Что было нарушением правил Центрального банка России. Что потом эти деньги как бы возвращались. Но возвращались, собственно, не на счета, насколько я поняла, Пробизнесмонбанка. А на то, что Заякин называет внебалансовые структуры. То есть структуры, так сказать, связанные с акционерами, но не являющимися непосредственно самим банком. Все это и, наконец, в самом конце, совершенно уже неожиданно, когда Мария Певчих говорит, что хотя Ашурков выступал в личном качестве, но тем не менее она категорически будет против, если кто-либо когда-либо будет писать такие письма, как написал Ашурков в поддержку Леонтьева и Железняка по одному из судов. Я уже не помню, где на островах Кука или в Лихтенштейне, или где-то еще. Это письмо, оно было как бы просто само по себе. Просто его можно было вносить в суды, как любую бумажку. Фишман лучше бы молчал. Мало того, что и так выставил себя полнейшим клоуном. Если не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Так он еще и продолжает себя закапывать. Говорит, бумажку. Бумажку, которая написана руководителем на тот момент ФБК, из которой эти вот банкиры ходили по судам, как бы подтверждая то, что их преследует власть по политическим причинам. Не потому, что они украли деньги. Можно это назвать бумажкой, афидевитом, характеристикам, как угодно это назови. Но они приходили с этой характеристикой в суды и рассказывали, что вот, посмотрите, а это написал не Абыкто, а руководитель ФБК. Ну, любую бумагу. Какой любой бумажки, Миша, простите, мне даже неловко вас об этом услышать от вас. Никакой в западных судах, никакой любой бумажки быть не может. Просто я насколько понял, оно не предназначалось в какой-то конкретный суд. Ну, по крайней мере, в нем это не указано, адресат. А, ну так это все меняет. Хотя, подожди, а что это меняет? Даже если там нет конкретного адресата. В любом случае, банкиры приходили и показывали эту бумажку, говоря о том, что, мол, посмотрите, вот тут написано, что мы банкиры Навального, и нас власть преследует по политическим причинам. Значит, это то, что называется характеристика. Ни в одном из судов, куда вкладчики Пробизнесбанка подавали свои иски, ни в Лихтинштейне, ни на островах Кука, ни частично в Соединенных Штатах Америки, по Вашингтоне, дело не рассматривалось по существу. Почему дело не рассматривалось по существу? Оно не рассматривалось по существу, потому что была презумпция, что акционеры Пробизнесбанка преследуются по политическим причинам. Тут, кстати, возникает вопрос к этой хваленой западной судебной системе. То есть, это как это так? Люди обращаются в суд из-за того, что у них украли деньги, и суд не рассматривает их претензии по существу, потому что вокруг вот этих вот банкиров выстроен такой фон, мол, их преследует власть. Да, вот тут, посмотрите, бумажка, как сказал фишмен, а там еще заказные статьи в СМИ, в которых их называют банкирами Навального. То есть, создан такой фон, при котором эти банкиры – политические беженцы. И поэтому суд не рассматривает претензии вкладчиков, которые потеряли свои деньги по существу. Это что за суд такой? Поскольку следователи, которые занимались делом Пробизнесбанка, были в списке Магнитского, и потому что все друг другу рассказывали о том, что Леонтьев и Железняк, или каждый из них, или по отдельности, являются банкирами Навального. Вот почему это дела, и поэтому во всех этих судах дела тут же прекращали рассматривать, поскольку была презумпция, что это политическое преследование. Даже в этом аспекте вот эта так называемая либеральная тусовка нас обманывала. Они годами утверждают, что западная судебная система работает как часы. Если человек виновен, суд обязательно разберется. А оказывается, там даже дела не рассматривают, из-за того, что кто-то кому-то что-то сказал про этих банкиров, и кто-то принес бумажку в суд. Это просто какой-то пипец. Акционеры ProBusinessBank выводили деньги вкладчиков, вкладчиков, не свои деньги, а деньги вкладчиков, выводили на свои личные счета и офшор. Это за пределами добра и зла. Фонд борьбы с коррупцией не может иметь дело с теми, кто занимается подобного рода нечистоплотными сделоками. Ну как это не может? Может и продолжает с ними иметь какие-то дела. Кроме того, мы точно знаем, что ФБКшники знают, что это банкиры-воры. И тем не менее, они продолжают их отмазывать. Точно так же, как мы точно знаем, что телеканал Дождь точно знает, что ФБКшники точно знают, что эти банкиры-воры. И тем не менее, телеканал Дождь продолжает отмазывать ФБКшников. Тут, так сказать, все схвачено. Поэтому то, что они не проверили, с кем они имеют дело, это очень плохая история. Что значит не проверили? Они проверили и даже выкатили свое контррасследование, в котором показали все вот эти вот проводки. Только воровство они назвали трюками и обвинили Центробанк в том, что вкладчики потеряли деньги. Так что говорить о том, что они не проверили, уже не получится. Они все проверили и продолжили врать и отмазывать этих воров. Вот что, Михаил, я думаю по этому поводу. Теперь, я не хотела высказываться на эту тему. И меня более всего удручает, что эта тема бесконечно крутится. Ну хорошо, блогеры на этом зарабатывают свои клики. Все эти фанаты ФБК или напротив КАЦа, они кликают на эти темы. Но когда серьезные СМИ, каким является Дождь, тоже бесконечно мусолит эту тему, мне кажется, это для журналистского сообщества не лучшая история. Подожди-ка, с каких это пор телеканал Дождь стал серьезным СМИ? Даже если мы их сравним с другими пропагандистами, такими как, например, Радио Свобода. Так вот, на Радио Свободе из такого шланга каждый день заливают в уши зрителям дерьмо. Телеканал Дождь – это просто карикатура пропагандистов. Они из такого шланга заливают дерьмо каждый день себе в штаны. Это во-первых. А во-вторых, они мусолят эту тему, потому что пытаются отмазать ФБК. Для них в этом есть смысл. Они как бы не просто мусолят эту тему. Они занимаются отбеливанием репутации ФБК. Наконец, последняя на эту тему. Мне кажется, что надо подвести черту. Фонд борьбы с коррупцией при всех его недостатках – это лучшая расследовательская СМИ, которая у нас есть. Ну, тогда у меня для вас плохие новости, потому что вот это контр-расследование против КАЦа по сути ничем не отличается от других их расследований. Есть какая-то правдивая основа, на которой вот такая тонна лжи, манипуляций и прочих вещей, которыми ФБК занимаются постоянно. Только раньше вы на это внимание не обращали, закрывали глаза, а тут решили проверить. И, о господи, ФБКшники нас обманывают. Да неужели? Я хотел вас все-таки спросить, ну, чуть-чуть уточнить, что с вашей точки зрения сегодня… Я все понимаю, что вы говорите, хотел только уточнить. Что с вашей точки зрения сегодня ФБК? И, ну, соответственно, есть ли будущее у того, чем сегодня ФБК является? Они существуют, потому что был Навальный. И поэтому они 10 раз должны думать, что они делают и как они делают. Я не говорю о том, что тот твиттер-трибунал и тот, та параша, которая бесконечно идет от самих сотрудников ФБК и их фанатов по социальным сетям, запредельная, настолько недемократическая, настолько лишенная всякого представления о важности, полезности, плюрализма, мнении, взглядах. Настолько совершенно… Вот люди, которые, кажется, которые поддерживают ФБК, их просто мама с папой в детстве не рассказали какие-то базовые вещи, что так разговаривать ни с кем нельзя, с оппонентами тем более. Что человека, который просидел 10 лет в тюрьме… Фан-базу ФБК, да? Да, фан-базу. Не только и сотрудники, и непосредственно сами сотрудники. Вы почитайте, что пишет Албуров или Жданов или Миронов и так далее. Я сама подверглась этой травле. Ой-ой, Альбатс неожиданно узнала, что ФБКшники и их фанаты – это агрессивное стадо, которое бегает по интернету и занимается травлей людей. Не хочу хвастаться, но я был первым, на кого это стадо напало. Это был еще далекий 2018 год. Я еще был молодой, худой, стеснительный. Потому что после того, как я сделал это видео, я, если можно так сказать, познакомился с либеральной тусовкой, оппозиционной тусовкой, как угодно их можно назвать, но суть не в этом. Дело в том, что у меня сложилось определенное мнение о них, и я бы хотел сделать полноценный ролик про них и поделиться впечатлением от этого знакомства. Так что травлей в интернете ФБКшники занимаются уже давным-давно. И опять же, я это к тому, что это не что-то, что появилось вот сейчас, да, вот ФБК сейчас такими стали. Они всегда такими и были. Просто сейчас Альбат столкнулась с травлей. Сейчас они столкнулись с набрасыванием накатца, да, с этой ложью и манипуляцией. И сейчас они, ой, за голову взялись. Что же это происходит? Ну, они всегда такими были. Я понимаю, что что-то очень, очень плохое происходит с лидерами и с фанатами ФБК. Да ничего с ними не происходит. Они были такими всегда. Они должны подумать о той культуре политической, о культуре дискурса, который они создают вокруг себя. Вот эти бесконечные списки тех, кому, кто позволил себе не согласиться с ФБК, которые составляют там все эти балаболки, это же за пределами добра и зла. И вот это, честно говоря, мне кажется реальной проблемой. Но еще раз. Когда вот эта обезумевшая толпа бегала по интернету и травила для вас каких-то нунеймов, тогда это не было проблемой. Но как только это коснулось лично Альбас, о да, это уже совершенно другое дело. Это совершенно другое. Это уже стало проблемой. Но еще раз. Мне кажется, что вот это мусоливание этой бесконечной темы с пробизнес-банком, оставьте это блогерам. Вот тут саглы. Я еще, скорее всего, помусолю эту тему. Ну, а сейчас у меня на этом все. Что думаете, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, на дзен, вк, на рутуб-канал, на все каналы подписывайтесь. Ну и не забывайте подписываться на бусти, если вы хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok